Нашему миру скоро настанет конец, так как прибыло гигантское зло, и зло это выглядит как один огромный сундук. Его появление означает, что скоро настанет нам полный трындец, и для этого мы должны до него докопаться в игрушке под названием Epic Mine. С вами как обычно Кристалл, и мы начинаем! И начинается у нас всё банально просто, мы должны просто пробиться через эту шахту, потом мы с вами сможем обновиться, взять задание и также прокачать себе кирку, потому что моя сейчас кирка очень слабая, и далеко я с ней не уйду, понятное дело, поэтому мы с вами попадаем в нужные места и пытаемся пробиться как можно дальше, попутно собирая ресурсы. Чем больше ресурсов мы с вами соберем, тем больше мы с вами всякого интересного откроем. И ребята, если игрушка вам будет интересна, вам захочется увидеть, что же будет дальше, то поддержите лайком. Здесь не только раскопки, если что, просто мы ещё с вами из пещеры выбираемся изначально, а потом будет только всё круче. Поэтому ребята, лайком поддержите, если интересно будет узнать, что же будет потом. От времени мы почти с вами уже выбрались из этой шахты, и вот в общем-то пробил я последнюю стену, мы можем отсюда теперь выйти и вернуться в нашу деревню, где у нас есть всякие интересности также. А вот и наша деревня, здесь, кстати говоря, вот тот самый сундук объявляет нам о конце света. И также давайте зайдём к кузнецу и возьмём себе уже более крутую кирку, хотя тут есть ещё и алмазная кирка, но она стоит 350 гемов, которых у меня пока нет, но мы к ней обязательно прийдём ещё. Это кирки кузнеца, есть ещё мифические кирки, которые здесь дофига, и каждая из них обладает своими определёнными фишками. Но мы пока что нубики, и с вами начинаем ещё с самого-самого простого. Ещё у нас задание есть, кстати говоря. Так, задание у нас сегодня это повысить силу, открыть новый ярус и также продать 5 железных слитков. Но это можно, конечно, но пока у меня ещё железа не хватает. Поэтому просто пока нарастим себе силу, это, по крайней мере, просто. Это стоит, правда, денег, но не так уж сложно это сделать. Забираем гем, и наверняка, нет, новое задание ещё не подъехало. Но отправляемся-то на фарм этих гемов, получается, и заодно у нас всё будет гораздо интереснее. Так, с каменной киркой, конечно, куда быстрее. Кстати, чем быстрее я пройду, тем лучше, понятное дело, у нас будет рейтинг прохождения до шахты. Чем я меньше буду ошибаться, тем, понятное дело, будет лучше. Чтобы не ошибаться, нужно попадать в зелёненькие вот эти зоны. Желательно посередине и не попадать мимо. Если мимо попадаешь, то становится не очень круто. Чем больше штук за раз сможешь сбить, тем мощнее урон получается. Но пока что у нас достаточно простые камни, поэтому мы проходим с вами без каких-либо, по идее, проблем. Правда, мажу я конкретно так же иногда. Так, ну ничего страшного, в любом случае, это начальная шахта. Если что, потом смогу взять себе кирку помощнее и с ней разобраться. Так, отправляемся в ду к деревню. Пока что открывать не буду, открытие требует гемов. За гемы можно открыть новую кирку, поэтому это мне звучит интереснее. Хочу я себе новую кирку, понятное дело. Так, тем временем у меня должно уже хватать ресурсов. Ого, вот это морда! Я читал о таких стражах, они могут восстанавливать свою прочность. Надеюсь, ты достаточно прокачал свои навыки. Ууу, это сурово. Так, ну давайте попробуем. Ой, слушайте, а парень-то очень даже не слабый по прочности. А, то есть он не сразу восстанавливается. Так, ладно. Извините, можно мне помочь с последним миром, не умею драться, но торговлю, в общем, поддержать вас с деньгами. Пятнадцать к среде сыпал просто так. Вау, неплохо так. Он мне позволил прокачать силу еще разок. Так, главное мне сейчас попадать по нужным местам. И, по идее, я бы его прошел, но я тут нафейлил уже конкретно. Ну и все-таки пробил я эту стену. Пришлось долго с ней повозюкаться. Но все равно ее прошел. Самое главное так. И, получается, мы идем к какому-то ключу. И я смогу что-то открыть, видимо. У меня как раз есть древняя дверь. Посмотрите, замок, чтобы открыть фрагменты ключа сундуков. Так, собрался 30 штук. Что делаем дальше? Так, теперь я могу открыть новый ярус. Окей. Это новая локация, получается. Круто. Так, и что у нас дальше ждет? Ага, вот мы, получается, начали отсюда. Теперь уже более крутой идет второй ярус катакомбы. Окей. Давайте посмотрим, что будет в новой локации. Здесь уже заброшенный тоннель, придется спуститься в самый низ. Удачи на тебя, вся надежда. Пожалуй, подожду наверху. Да-да-да-да-да. Так, огненный удар. Мощный атака, мгновенностью, 300% базового урона. Но надо энергию для этого набивать. А энергия нам будет падать со временем. Но как только выпадет, сколько мне надо, я смогу затестить этот фаербол и посмотреть, насколько он крутой. Также надо будет попробовать нам новую кирочку получить. Все же я хочу получить более ультимативную кирку, чем то, что у нас сейчас есть. Только фаербол, ну, в принципе, неплохо дамажит. Вот, так, получается у нас квадратики желтенькие, в которых будет находиться энергия. Нам нужно как можно чаще такие находить. Блин, еще бы не мазать, конечно, чтобы набивать максимальный рейтинг. Так, и нужно обязательно пойти и переплавить нам руду, потому что у меня... Мне нужно бавла оттуда заработать. Господи, что здесь так быстро пролетает этот удар у нас? Так, маны у меня хватает еще на один фаербол, поэтому ничего бы не долбануть. Так, ууу, сразу две энергии поднял, но тут я не буду тратить энергию. Я уже, в принципе, и так доломаю стенку. И осталось совсем немножко нам пройти, буквально пару метриков. Так, давайте фаербольним ее. И, в принципе, я уже и так сломаю. Еще есть фаербол. Ну, тут, слушайте, с фаерболами гораздо быстрее, конечно, идет вся наша движуха. Так, во, вот эти два удара можно было провернуть. Но он что-то как-то провернул. Не попал сразу в две штуки. Да, господи, могу я попасть сегодня нормально, а? Так, воп, 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 все пошло дело. Нормально на это раз поехался. Повмазывал по этой стене. Так, вообще надо концентрацию просто чуть получше оставлять, а не мазать, куда попало. Так, фаербол, фаербол, все сломали. И последний сундучок в деревню отправляем. Кстати говоря, надо было поставить на взлом, а то я не взломаю сундук, будет вообще не клево. Так, и у нас следующая, по идее, шахта. Но сначала в деревню вернемся и начнем плавить ресурсы. О, подарок от жителей подъехал. Неплохо. Так, и что в подарке получается? Давайте посмотрим. Два ключа, четыре слитка. Тоже неплохо, но мне интересно переплавить, конечно, то, что я получил. Я могу создать железных слитков. Получается, только две штуки могу создать. Не так много, как я думал. Так, а для их создания требуется, да, чисто руда. То есть камня здесь пока нет. Ну, начинаем переплавку пока получается. И тут у нас, получается, все рецепты. За гему искорить я не буду, пускай и так делается. Нам еще тут куча задач, которые нужно будет сделать. Так, по заданию, что у нас там есть? Забрать два гема надо. Так, пройти шахту без промахов. Ну, это, в принципе, не сложно. Казалось бы, конечно, что, может, я могу и накосячить. Но если сконцентрироваться, то вряд ли я пройду... Для меня это вряд ли будет сложным прохождением. Так, сундуки можно ускорить и быстрее открыть. Так, и у нас сундучок, получается, можно открыть. Давайте откроем, посмотрим, что с него тропнется. Ух ты, эльфийская рукоять. Видимо, можно будет для какой-то крутой кирки использовать. Думаю, что это редкий дроп все же. И надо еще один сундучок взломать. Пускай пока взломается самым. Нам нужно будет еще знать, что сделать в мастерской. И нам нужно создать рукоять. Так, собираем то, что у нас есть. Ох ты, можно два раза больше получить. Так, всю руду забрал. Четыре штуки у меня получается. Но самое интересное, это создать, конечно, рукоятку. Какая нам потребуется для следующей кирки? Давайте посмотрим. У нас здесь есть наша кузня. И здесь требуется просто рукоятка. Вот такая вот обычная вроде как. И мы сможем с вами сделать рукоятку, которая гораздо мощнее. Потому что наша-то всего лишь каменная. Так что создаем рукоять, я думаю, да? У нас, конечно, по заданию требуется продать эти пять железных слитков. Но я думаю, что поставлю сначала все же их на крафт. Как-никак, пускай делается. И мы с вами тем временем отправимся. Я думаю, так, эльфийская рукоять. Фигеть, M5600 стоит. Офигенно, скажу я вам рукоять. Но мы пока что отправимся в шахту, получается. Будем на нашей стандартной кирке работать. Заодно, может, ресурсы все побольше набьем. Может быть, что-нибудь еще редкое нам дропнется. Будет вообще просто замечательно. Замурчательно. Просто если все нам это выпадет. И, ребята, если я вам интересно говорю, что будет дальше происходить, то поддержите лайком данное прохождение. Мы обязательно дойдем до самого конца. Сделаем самые крутые кирки. И смотрите, какой сундук крутой. Можно открыть за рекламу. Давайте откроем. Из сундука выпали ключики, которые нам потом понадобятся. И баблишка. Все это дело нам очень даже нужно. И в будущем очень даже пригодится. Так. Пока что буду просто ломать, видимо. Хотя, блин, хреново. Как-то я ломаю. Попасть не могу нормально. В общем, пока что энергию буду копить. Накоплю много. Потом буду стены крошить просто фаерболами своими. И пройду достаточно-таки быстро пару стен, по крайней мере. Вопрос, есть ли у меня максимальный запас энергии. Вроде как 10 энергии. Судя по всему, это будет прям самый максимум того, что у меня может быть. Так. Но кирку хочется гораздо мощнее. Слишком долго лупить стены. Это тоже не очень прикольно. Так. Давайте фаерболами попробуем. Бач, бач, бач. Ну, 3 фаербола на одну стену, по крайней мере, хватает. Здесь по 2 фаербола смогу выдать. И дальше уже самому придется доламывать. Ну, ладно, в общем-то, будем сейчас фармить на новую кирку, получается. Ну, и подъехали рукоятки. Наконец-таки сразу 2 штуки. Причем это очень даже круто. И давайте-ка еще создадим железный слиток один, судя по всему. Пускай он делается тогда. Так. Меня интересует наш товарищ Кузнец, который может мне сделать слиток. Но еще не хватает слитков, точнее. Так. И можно еще рекламную получить кирку. Но нужно еще 12 реклам посмотреть, которые здесь очень странно смотрятся. На самом деле, их хрен нормально воспроизведешь. Так, в общем-то, мне нужно еще, получается, один железный слиток. Потому что один я там получу за рекламу. Можно ли у торговца, интересно, купить себе ресурсов? Вот это мне интересует тема. Если нет, то придется пойти еще немножко набить. Судя по всему, да, придется еще набить нам немного ресурсов. Ну, погнали там в шахту. Набьем сейчас еще. И вот с вами мы, наконец-таки, сделали железную кирку. Которую урон гораздо больше, чем у каменного. У каменного всего 4 урона. Это уже 18. И получается также у нее определенные бонусы. Есть шанс крита плюс 2%. Конечно, круче было получить кирку внушения. Но нужно будет 12 рекламок еще посмотреть. В принципе, я могу ее открыть. А и, в любом случае, мы ее попробуем. Ей воспользуемся. Так, и пойдем-ка мы с вами в пещеру. Посмотрим, сколько больше урона я наношу. Нифига себе, критонул с первого удара. Вот это, конечно, жестко получилось. Так, и здесь бы... Вау! Вот это у нее урон, конечно. По сравнению с тем, что у меня до этого было. Это просто фантастическая кирка. И по-другому даже сказать не могу. Так, и нам нужно сейчас желательно не промахнуться ни разу. Но если я не промахнусь ни разу, то выполню задание. А мне бы это очень хотелось, на самом деле. Так, только вот места ударов не очень-то удачные, на самом деле, получается. Потому что, ну, какие-то промежутки большие. Ох, какой-то новый сундук. Так, это что за сундук у нас? Это рубиновый сундук. Давайте попробуем открыть. И по итогу реклама решила просто не грузиться. Поэтому вряд ли я сейчас его смогу хоть как-то открыть. Ну, по итогу янтарный. Открыл рубиновый у меня ушел. Не знаю, что за награда в нем была. В зависимости от качества сундука, разные награды, понятное дело, идут. Так, здесь не промазать ни в коем случае нам нельзя. Поэтому тихонечко, аккуратненько смотрим и бьем. Так, это у нас уже почти последнее. Осталось совсем немного пройти. Дальше я пройду двери фаерболами, думаю. Чтоб прям совсем жестко не получилось. С последней, например, стеночкой и так далее. Так, опа, все пробили. И сейчас можно просто фаерболами закидать стену. Бач-бач-бач-бач-бач. Все разнесли. И по итогу я прошел задание без единого промаха в этот раз. И это очень круто. Вау. Давайте пойдем выполним задание. Получу гемов. И может еще какой-то новый квест появится. Еще надо также продать 5 слитков. Но, блин. Все никак я не могу их нафармить. В общем, ребята, надеюсь, вам понравилась игрушка. Если захочется продолжения, вы знаете, что можете поддержать данный ролик лайками. И тогда мы с вами продолжим. Дойдем дальше. И откроем этот самый гигантский вот тот самый сундук, который грозит нам концом света. В общем, надеюсь, вам все понравилось. Лайки обязательно поставьте. Более 1000 равно продолжение. С вами был Кристалл. Подписывайтесь на канал. Жимайте на колокольчик. Скоро снова с вами увидимся. Всем удачи. Всем пока.